Мы пробуем новинку, которая называется гриль-ролл в бургер-кидке. Вот она. Я ее разворачиваю. Вот так вот она выглядит. То есть это просто позорка. Давайте откроем ее. Что у нас внутри? Давайте посмотрим. А где мясо? Нет мяса. Нет мяса. Гри-ролл, гри-чего? Они там очень ебанутые. То есть, нет, я абсолютно серьезно говорю. Вот, я только что открыл вот херню, нет мяса. Простите, пожалуйста, это что такое? У меня в гриль-ролле нет мяса. Это нормально или как? Извините, пожалуйста. Вон, готов. Здорово. Этот с мясом будет? С мясом? Поверю, посмотрим. Они еще ржать стали, когда я им сказал, что без мяса. О, нифига себе. Давайте посмотрим на эту штуку с мясом. О, здесь мяса, конечно, очень много. Это уже... Всем привет, дорогие друзья. Как правило, к своим роликам я делаю хоть какие маломальские сценарии. Я обычно не люблю делать так, чтобы просто сесть и записывать что-то экспромтным. Но сегодня будет именно такой случай. Потому что я не могу долго ждать и делать сценарий для того, чтобы выразить свое невероятное негодование по поводу того, свидетелем чего я сегодня стал. Бургер Кинг, пошел ты нахер. В чем же дело, спросит меня искушенные зрители. А все дело в том, что совершенно недавно я делал обзор Такос из KFC. Они стоили всего 39 рублей. Они были ужасно маленькими, при этом ужасно вкусными. Я их рекомендовал. И когда появляется продукт, который стоит не очень много, компании-конкуренты, такие как Бургер Кинг и Макдональдс, как правило, должны активизироваться и сделать что-то на уровне или лучше, чтобы привлечь аудиторию. Типа KFC такой. Хе-хей, мы выигрываем ценой. А чем выиграете вы? И Бургер Кинг такой. Нужно, нужно сделать блюдо, которое будет тоже маленькое, за такую же цену. Давайте тоже цена пусть будет 39 рублей, только нам нужно сделать какое-то отличие от KFC. Если у KFC было блюдо вкусное, то чтобы ответить им, мы должны обосраться с бодливой и сделать мерзкую хуйню, которая называется... Кингер, блядь, гриль. Лучше бы... Лучше бы просто грилькинг. Господи, какое хуёвое название. Казалось бы, понос младенца. Зачем я вставил это в свой обзор? Но нет. Это Кингер гриль. Запомните этого уёбка. Это Кингер гриль. Не думайте, что у меня вот прям какая-то миссия засрать Бургер Кинг или что-то такое. Даже у них есть довольно хорошее блюдо. Например, мне очень сильно нравится Цезаль Кинг. Хотя это блюдо и не из говядины, и из курицы, и может быть это всё вкусовщина. Но я считаю, что в принципе Цезаль Кинг довольно... Довольно вкусный бургер. Но когда Бургер Кинг пытается угнаться за KFC или за Маком, это выглядит так, как будто какой-то китайский производитель подделок пытается делать фигурки Марвел или что-нибудь такое. Получится у него херово, получится у него убого. На скорую руку и никакого удовольствия конечному потребителю этот продукт не принесёт. Лучше бы мне просто плюнули в салфетку, и я бы заплатил за это 39 рублей. Опять понос младенца, Лёха? Нет, ребята, вы снова ошиблись. Это Кингер Гриль, но уже без мяса. И сейчас вы увидите реальную реакцию на этот продукт. Да, блядь, рыгай, конечно, сука, в кадре. Ёбаный в рот, блядь. Чтобы был хороший дубль. Вот этот вот мерзкий говноедский бургер, он в горле сидит. И меня аж херово, блядь. Это пиздец. С курицей, но при этом оно... Я, я, блядь, не могу. У меня этот мерзотный ебаный вкус во рту, блядь, постоянно. Я, я как будто вот подошел к бомжу у помойки и сказал ему, Братан, я тебе бутылку водку, блядь, бутылку водки тебе подарю, а ты засоси меня, пожалуйста, подольше. А он вот только что голубя доел и такой, давай. И вот такое же ощущение, сука. Я как будто бы, блядь, сам помойка. Я когда курю кальян и этот ебучий айкос, который пиздец как воняет, не воняю так, как воняет, блядь, у меня сейчас изо рта. Уже два часа прошло, а я до сих пор, до сих, блядь, сука, пор не могу отойти от этого ебаного запаха. Я, я просто не могу. Такое ощущение, что просто мне в рот насрал Бургер Кинг. Это говно, говно, говно. Это отвратительное говно. Это говно, за которое не то, что деньги платить. Тебе должны платить деньги, причем довольно большие. Чтобы ты эту срань ел, это все равно, что кормить графитом. Только графит хотя бы не пахнет говном. Отдельно хотелось бы попросить прощения у всех людей, которые ожидали каких-то кикесов и шуток в этом видео. Скорее всего, их здесь и не было. В принципе, это была просто моя человеческая реакция на то, что я сегодня съел, это ужасно. Я до сих пор не могу, не могу избавиться от этого отвратительного ощущения. И прошло уже, наверное, три часа, я уже успел смонтировать видео и все еще чувствую себя очень хреново. Мой всем вам совет. Есть 39 рублей, сходите в KFC. Не идите в Бургер Кинг. Не надо. Это ужасно. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Люблю, целую, обнимаю. До скорого, ребята. Скоро будет веселые видосики. Нахуй Бургер Кинг. Уху.